Друзья, всем привет! Очередной выходной. Незаметно пролетела у нас рабочая неделя. Четко поработали. Получили мы первый аванс. Дали нам тысячу кунов. И мы находимся сейчас в центре Задара. Зашли мы здесь в магазинчик, сделали кое-какие покупки за спиной. Значит, это Макдональдс. На втором этаже здесь вещевой магазин. Ну, кое-какие там себе шортики прикупили, штанишки, жене туфельки взяли. Потому что погода обалденная. Плюс 18 градусов. В общем, мы сегодня отдыхаем с ребятами. И сейчас мы сядем в наш автомобиль и поедем куда? Поедем где-то кататься, искать море, где можно спокойненько подъехать к морю. В общем-то, пощупаем водичку. Так что будьте вместе с нами. Поехали. Самое главное забыл. Значит, в понедельник наши женщины уезжают от нас. Уезжают они в город Чаковец. Нашли там вакансию на макаронной фабрике. В общем, с начальным окладом 650 евро. Сказали, будут работать хорошо, будут зарабатывать больше. Мы только что зашли на вокзал, купили билеты на автобус. Значит, от Задара до Загреба. А в Загребе их заберет уже работодатель непосредственно и отвезет на место. В общем-то, следите за нашими женщинами. Они будут присылать материалы. Я, соответственно, буду эти материалы выкладывать. Давай, может интересно, что билет стоит 114 кум. Ну, едем 3 часа. Это Загреб, Задар. Ну, на русские рубли где-то тысяча копеек. Нет, ну да, тысяча рублей. И на украинских пределах где-то на гривны это в пределах 400. Где-то 380 гривен где-то вот так билетик стоит. Ну, вот многие спрашивают нас, какие сейчас есть предложения для женщин. Я не говорю для девушек. Для девушек всегда есть. Официантки всегда нужны. А вот для кому за 30, сейчас не сезон. Сезон начнется с 15 марта. В принципе, уже предварительно набирают персонал. Но пока работать нет где. И что касаемо нашего возраста, это только какое-то производство. И вот мы проверили несколько фирм. У нас есть возможность проверять фирмы на надежность. Проверили их и выбрали вот макаронную фабрику. Три смены. К сожалению, ночная. Ну, ничего страшного. Это ж не на всю жизнь. Ночная, утренняя и дневная. Оклад 650. Плюс можно дополнительно еще брать часы. И кормят горячим первым, вторым. Мы так думаем, что будут макароны на первое, макароны на второе. И, возможно, компот тоже с макаронами. Котлеты точно с макаронов. Жарко из макаронов, котлеты из макаронов. В общем, приедем. Мы едем в понедельник рано утром. Вот мы взяли билет отсюда. Отправляемся в 6 утра. Первый день нас устроит. Потом на нас будут смотреть. И если они увидят, что мы хотим работать, мы это должны показать, тогда нас идут оформлять официально уже и с окладом. А в то время, пока на нас смотрят, тоже нам заплатят поменьше. Жить будем рядом с работой. Это типа общежитие или что-то. Ну, тут комфортно и все. В комнате по две женщины проживают. Я с подругой еду, вот с коллегой. Так что, думаю, все неплохо. Так что, спрашивайте. Да, если кому интересно, то пишите в комментариях. Мы подскажем. По возрасту какое-то ограничение я не знаю. Я уточню. Ну, что нужно, если я спрашиваю. Ну, стандартная, 55 лет, наверное, в Хорватии. Да, ну, кто знает. И самое интересное, что это вакансия. И самое главное, она бесплатная. Да, вакансия бесплатная. Что редкость. Надежный работодатель. Украинцы там уже работали, девочки. Так что, без проблем. И сейчас работают украинки. Ну, и мы еще едем. Так что, до новостей. Ну, вот так выглядит Макдональдс в Задаре. Традиционно, стандартно, как вы, в принципе, во всех городах Российской Федерации и Украины. Стояночка. Значит. Вот он. Ну, это практически центр. У них, вообще-то, центр это старый город. Считается центр. Но мы здесь находимся буквально 300 метров от старого города. Последний день осени. 30-е сегодня ноября. Плюс, наверное, не знаю, 18-20 градусов. Можно в пакетик положить. Кипец. А мы купили шорты сейчас. Нужно одевать. Слышишь? Я могу Сташка сделать. Синтушать. Мне нужно написать домик. Я Олегу отдам. Здесь направо поедешь, да? И куда мы попадем? Я не знаю. Просто задам. Куда-нибудь. Ну, не все сразу. Попалось, это первое. Он и интершфар. Я прекращаю. У нас выходной нам можно. На выезды дешуруешь. Вот, кстати, едет автошкола. Обучают. И мы когда ехали, видели женщину за рулем, обучают ее женщину. Сейчас был мужчина за рулем, обучает его мужчина. Я думаю, это правильно. Да, что мы тут рассказываем. Так, ну, еще раз. Из нашего района мы едем, вернее, из центра мы едем в наш район и дальше. 70% доходов этого города, более 70% это услуги туристического бизнеса. В основе бары, рестораны, гостиницы, отели. И основное, больше всего здесь частных отелей, то есть, ну, твой дом. И в нем обязательно есть апартаменты для сдачи. Поэтому дома двух, трехэтажные. К примеру, наш пример. На цокольном этаже сдаются апартаменты. На первом живут хозяева. А на втором весь этаж сдаются нам. Вот, посмотрите, везде, везде, везде. Апартаменты. Просто квартиры. Там есть виллы. Город находится на побережье. Марина, приезжай к нам. Вот в этом лесу я собирала белые маслята. Прямо, в дороге. Шесть штук. Какие там старые были? Грибы, это у них глыбы. Они их не собирают. Я показала местным, что я грибы собираю. Они так сморшились. А где мы уже? А, вот это наш райончик. Вот, с ними, с побережья. Вот, с этим щеком, да. Попробуй-то там, по-русски, 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 по-русски. Да-да. По мелким уличкам вообще там никто не делал. За их заедешь, да. Твоя уличка узи до нас. Попробуй. Если навстречу. Да-да, только назад. Ходить купить. Так, вот мы. Вот мы подъехали. Так, смотрите, ребята, что мы видим? Какая красотища вдалеке. Горы. Тучи прямо над горами плывут. Мы, походу, тоже на высоте. Если мы видим горы, то, извините. Красотища. Значит, мы тоже на высоте. Воздух тут вообще нереальный. Леса пахнут цитрусами, хвойными. Особенно мокрый лес вообще. Смотрите, что мы нашли. Что это? Катакомбы какие-то. Кто-то строил дом, наверное, да? Смотрите. В лесу. Е-мое. Что там такое? Двери есть, да? Да. Вход, в чьи двери. Закрыто. Страшненькое такое что-то. Сооружение. Что это? О! Ну, заходить мы не будем, там темнотища. Следно будет чуть-чуть. Так, короче, зашли поискать грибы. Нашли вот такое. Сейчас надо было строить кому-то его. Кто-то хотел жить, наверное, в лесу. Да, вот еще грибы. Что-то такое, интересно. Смотри, их много этих грибов. Но знать бы, что это. Белые. Так. О, вот они еще. Еще раз тут. Вот их тьма здесь. Тьма. Ну, что это, ребятушки? Что это за грибы, а? Смотрите. И самое интересное, они пахнут грибами. Вон их сколько. А вот их целая поляна. Ё-моё. Мариш, ладно, поехали. Так, ладненько. Едем на море. Ребята, последний день осени. Посмотрите, какая прелесть. Море. Адриатика. Можно передать приветы родным, близким, дядям, тетям. Мама, привет! Кто, что хочет сказать, мы гуляем в прекрасном месте. Ребята, можно попробовать в море. Какое оно. Слушай, вода теплая. А соленая? Теплая. Довольно пахнет теплая. Ну что, я разбылаюсь. Ты будешь заплыв делать? Колокола звенят. Многие не твой. Водичка тепленькая, Марина купается. Будешь заплывать дальше? Куртку сними. Куртку давай. Нет, там-то и прикол. Ну правда ноги не снидут. Вода не ледяная. Вот смотрите, какое прекрасное место. То есть берег моря, на лето апартаменты, рестораны, улица, парковки. Просто сказка. Алоя. Карликовый. Офигеть. Обалдеть. Зеленая травушка. Все чистенько, все аккуратненько. Все цивилизованно. Я восхищаюсь, конечно, этой страной. Чистотой, порядком. Что Марина хотела? Я стою в воде уже минуты, и ноги вообще не сгудят. Наоборот, уже привык организму. И такое ощущение, что в принципе можно искупаться. Я не люблю холодную воду. Видимо, здесь не успевает все охладиться. Плеска мне держит тепло. Поэтому я допускаю, что можно купаться. Купаться мы не будем, а то нас неправильно поймут, наверное. Да, ну, ты знаешь, я покупала. Так, ну что, друзья, завершили мы нашу прогулку. Заехали мы в Плодино, он за нами. Только что мы сделали небольшие покупочки себе. Купили там покушать, мяска копчененького, вкусняшек всяких. По баночке пивка взяли. Сейчас едем домой, будем отдыхать. Всем спасибо. Может быть, что-нибудь ты еще хочешь сказать? Ну, пока нечего больше сказать. Ждем новостей с новой недели. Да, новая неделя у нас должны быть большие перемены в плане женщин. Так что ждите информацию. Перемены женщин? Да. В плане у женщин изменения в жизни. Так что всем спасибо. Смотрите нас. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь. Задавайте вопросы. Пока. Пока.